Доброе утро! Режиссер, сценарист и просто гость нашей программы Марина Поддубная. Подождите, я могу еще сказать, что я студентка в мастерской Сергея Александровича Соловьева. Выпуск 2015 года. Вот, прекрасно. Значит, вы застали. Не все мы узнали о Марине. Но мы сейчас будем Марину потихонечку открывать для Югры. Марина прямо с самолета к нам на программу. Мы очень рады, что вы до нас добрались. Скажите, как вообще настроение, чего ждете от фестиваля в этом году? Ну, знаете, такого долгого фестиваля две недели. Это мой пятый раз, когда я сюда приехала. И такого двухнедельного марафона не было на моей памяти ни разу. Так что, наверное, ожидания большие. Потом еще обещают показать прошлых победителей прошлых лет. Поэтому я предлагаю всем идти смотреть обязательно. А я лично, помимо всего прочего, то, что мы режиссируем этот фестиваль с командой, я приехала еще... У нас тут будет киношкола, детская киношкола. Называется «Курс на кино». Что у нас? Ну, мы хотим сделать космическую тему, там, мультипликация, анимация. Это, помимо всего прочего. То есть, это как бы второстепенная наша часть. Но первостепенная, это фестиваль, и будет выставка Сергея Александровича Соловьева «Нога судьбы». «Нога судьбы»? Да, «Нога судьбы». Какое интересное название. Да, как фильм какой-то, будто бы советский 90-й. Нет, это «Нога судьбы». То есть, его предыстория такова, что он шел по Тверской в Москве и увидел плакат Бориса Гребенщикова «Нога судьбы». И он понял, вот, это именно то название, которое мне надо. Ни судьба, ни рука, ничего. Нога, «Нога судьбы». В принципе, в целом, как бы в таком направлении мы существовали все время. Слушай, это же как Гарри Поттер и «Нога судьбы», да? Вот это же примерно. Да, вряд ли он бы одобрил. Это в твоих фантазиях, Никита. Да, я просто начал себе накручивать это в кино. Конечно. Скажите, для вас участие в фестивале – это труд, почетная миссия, полезный, замечательный, нужный опыт или все вместе, или что-то другое? Я вообще не считаю это трудом. Это, знаете, просто вдохновенное существование. Это не работа. Состояние души. Да, я считаю, что вот это не работа, это просто жизнь. Удовольствие. Жизнь, творчество, да, удовольствие. То есть, это тут редкий случай, когда делаешь то, что нравится и то, что хочется. Да, кайф. Знаете, это самая любимая моя работа, когда кайфуешь от этой работы. А если еще и покормят? Это вдвойне приятно. Вы не кормили, знаете, с утра. Марина, основная ваша миссия – это школа кино, правильно мы поняли? Ну, на данный момент, да. Это, как это будет происходить? Это в очном формате все? Да, приедут ребята, у нас будут три дня, когда мы с ними будем общаться, мы их введем, немножечко расскажем про то, как кино происходит, сценарное мастерство, а потом просто будем создавать именно этот мир космический, мультипликацию на хромакей. И, кстати, у вас здесь, на телестудии, мы их снимем. Какая честь. И полетим, да. И ролики будут транслироваться, наверное. Ну, нет, не будут, мы сами посмотрим, но если хотите, покажем. Нет, нет, транслироваться, я имею в виду в рамках фестиваля. Нет, нет. Не будет? Это не думали. Знаете, это такое тоже творчество, которое не всегда достоинно того, что мы видим. Ну, ладно, мы это замажем потом. Спасибо. Скажите, а все-таки это больше какой-то курс обучающий или это, опять же, просто мероприятие развлекательное? Это курс для ребят, которые хоть что-то себе представляют о кино, и это добавляет им знаний, наверное. Вот так, добавят им знаний, интереса, и, может быть, в дальнейшем они захотят продолжить. То есть, а вот вы сказали, прошу прощения, да, я перебиваю, иногда извиняюсь. Скажите, вот вы сказали, что вы будете рисовать, правильно? Или нет? Нет, нет, рисовать мы не будем. У нас будет перекладная анимация и на хромакее. То есть, это все будут ребята делать сами. То есть, это как-то связано с вашим образованием непосредственным? Вы, почему, почему это? Нет, это моя затея вот такая вот. А, это ты? Ну, да. На самом деле, я режиссер. Марина художник, она так видит, Никита. Я режиссер, но анимация, мультипликация и графика, это как бы моя... Это все близко. Это то, что мне интересно. Потому что талантливый человек, талантливый во всем. Согласна. Прямо как я. Да, Марина, а вы каждый год с этой темой приезжаете? Нет, в прошлый раз, когда мы приезжали, у нас был старый цирк, филиневский. Мы снимали. Тоже, кстати, у вас здесь. Как вы считаете, у Духа Огня какое будущее вообще? Как все это? Это развивается или это теперь уже, скажем так, как-то вот обыденность такая течет и все вот в одинаковый поток? Не может это быть. Или это что-то не стоит на месте? Нет, это не может быть обыденностью. Это же жизнь, это живой организм. Каждый год снимаются фильмы, привозятся новые фильмы. Я помню разные, на самом деле, фильмы, которые не похожи на те, что сейчас. И они, даже я не знаю, как это сказать. То есть невозможно стоять на месте, когда все остальное движется вперед. Когда кино движется вперед. Инерция цепляет в любом случае. Измерение, оно не замирает, слава богу. Марина, ну у вас есть время личное, которое вы можете посвятить себе, посмотреть премьеры в конце концов? Да, очень важно. Походить, да? Помимо работы, которая как бы в кайфу. Поннакомиться с новыми картинами. Это в планах. То есть мы задумали, а как пойдет, там уже видно. Да, да, ну как всегда, а там на месте разберемся. А так я очень планирую. Очень планирую. И мы очень планируем. И на этой позитивной ноте мы вам говорим спасибо, что прямо с самолета, прямо с колес к нам. Мы желаем классных двух недель, чтобы вам понравилось это все. И чтобы вы получили то, чего вы ждете. Главное, чтобы вам понравилось. Нам понравилось. Нам всегда нравится. Мы не сомневаемся. Большое спасибо, Марина. Хорошо. Ну мы с гостей прощаемся с вами, увидимся совсем скоро. Не переключайтесь.